18 марта 2021 года, то есть буквально через несколько дней, исполнится ровно 8 лет, как я перешла на вегетарианство. И для меня это дата такой определенный телепорт. И в этом видео я расскажу чуть-чуть вкратце свою историю, потому что я рассказывала ее в других видео. И поделюсь своими четырьмя причинами, почему я с тех пор не ем мясо и не собираюсь к нему возвращаться, естественно. У меня сегодня десятый день на соках, и немножко я добавляю растительного молока, поэтому я в таком более спокойном, гармоничном состоянии, не сильно эмоционально. Может быть я немножко медленно разговариваю, так что заранее прошу прощения, ставьте на ускорение. Но это состояние мне, конечно, очень-очень-очень нравится. И да, у меня новая прическа и новый цвет волос. И это не тот цвет, на который я рассчитывала, но очевидно, что все еще впереди. Вот, вернемся к теме видео. В 2013 году я жила с мамой и с бабушкой. Я только начала практиковать йогу, потому что я познакомилась тогда с девчонкой, которая тоже пошла на йогу. И она рассказывала мне какие-то невероятные вещи. И у меня как раз был запрос на то, чтобы управлять самостоятельно своей собственной судьбой. И вот этот вот запрос я точно помню, что я поставила летом 2012 года в разговоре с этой девчонкой. Ее зовут Настя. И да, я помню, что я сказала, что я хочу самостоятельно влиять, управлять своей жизнью. И, можно сказать, началось. В сентябре я записалась на йогу для новичков. Она была очень-очень простая. Вот, хатха какая-то самая-самая элементарная. Но я поняла, что... Оглядываясь назад, я поняла, что йога меня очень хорошо прочистила. Не только физически я начала заниматься, но и энергетически. Как говорится, одна асана, и ты уже веган. Ну, в моем случае примерно так же и произошло. Но только, естественно, не сразу. Потом, благодаря другой моей подружке, я начала заниматься рейки. Это тоже энергетическая практика, которой я до сих пор, естественно, пользуюсь. Я пользуюсь символами, я пользуюсь направлением энергии через эти символы на все живое, окружающее. Вот, на животных, на планету, на какую-то гармонизацию событий. Там, в особенности, если я в общественном транспорте или где много людей, выставлю защиту. И, ну, в общем, много таких интересных вещей мне дало рейки. И как раз, почему я рассказываю об этом в бэкграунде, потому что я вижу сейчас, оглядываясь назад, что это было степ-бай-степ. То есть шаг за шагом я шла к этому. То есть прочищалась физически, энергетически. И вот в начало поста у меня просто был уже неудачный опыт, где я не отстояла свое собственное мнение, свое право. В 2008 году я поехала отдыхать на море, я питалась самостоятельно. И вот этот отказ от мяса, он произошел сам собой. То есть я решила каким-то образом его не есть. Но, к сожалению, потом, когда я вернулась с моря, мама начала меня допекать. У меня не было тогда никакого основания, никаких книг, ни литературы. Я нигде это не искала, там, о пользе вегетарианства. Поэтому я вернулась к мясу, вот. И да, вот это вот была очень большая ошибка, что я не изучала этот вопрос. Просто мама сказала, что без мяса умрешь и давай ешь, давай ешь. И, в общем, я начала есть. Но я потом, слава богу, извлекла опыт из своих ошибок, что нужно создавать свой собственный стержень убеждений на основе опыта других людей, на основе знаний из книг, на основе исследований, которых сейчас, слава богу, благодаря интернету и соцсетям вообще полным-полно. Так вот, в 2013 году, почему я так четко знаю дату 18 марта, да? Потому что это было начало Великого Поста. Я не религиозный человек, я не из религиозной семьи. Но, понятное дело, что мы находимся в православной культуре там, и бабушка ходила в церковь на Пасху, и еще на какие-то дни, я точно не знаю. Но, в общем, мы живем в этом эгрегоре, и для людей я просто воспользовалась этим случаем, этой датой, чтобы другим людям объяснить, что вот я держу пост, чтобы на меня не наседали. И это действительно сработало. И маме я тоже сказала, и мама, на удивление, достаточно спокойно к этому отнеслась. Но другое дело, что я не вышла потом из этого поста, потому что я настолько почувствовала легкость, я похудела. Мне понравилось это ощущение, что, в общем, я потом решила не прекращать. И говорила всем, что вот мне понравилось, и я решила не прекращать. Но я понимаю, что на тот момент воздействие общественного мнения на меня было очень сильно. Сейчас, слава богу, я уже далека от этого. То есть мое мнение, моя личность, мои желания, мои потребности, они значительно более развились и стали для меня самым главным приоритетом. И это тоже одно из приобретений вегетарианства, энергетических практик, работы над собой и так далее. Дальше, в 2014 году летом у меня было обострение хронического гастрита, потому что на вегетарианстве я питалась все равно нездоровой едой, там молочкой, картошкой, ничего живого у меня не было. Но, в общем, это уже... Я решила этот вопрос благодаря переходу на еще более чистое питание, здоровое, разумное это сыроедение. Но об этом я уже много раз рассказывала, вы можете найти видео у меня на канале. Вот. И возвращаясь к теме, спустя 8 лет, 4 причины, почему я не ем мясо, почему я считаю, что это правильный выбор, что, я не знаю, если бы не этот выбор, то я думаю, что я была бы больная, толстая, отекшая, опухшая, потому что я уже прочистившись, пройдя этот путь, я понимаю, насколько там, допустим, даже если я сейчас какой-то картошки невинной съем, то мне будет сразу же плохо, возможно, у меня начнется насморк, там, отек, какое-то воспаление, так что эта еда, конечно, очень вредно влияет на организм. Кстати, когда я переходила вот на вегетарианство, мне было 25, и вот в ноябре я исполнилась 26, а сейчас мне 33. И я чувствую себя действительно значительно лучше, значительно бодрее, энергетичнее, что ли, чем тогда в 25. Вот, ирония. И первая причина, конечно же, здоровье, благодаря вегетарианству, то есть вегетарианство для меня был первый шаг к более здоровому растительному питанию, но тем не менее, даже тогда, когда я ела, там, допустим, какие-то макароны или картошку, или еще что-то, кстати, да, у меня не был веганский этот пост, хотя, ну, по правилам он должен быть, у меня был именно вегетарианский, то есть с молочкой, я добавляла, сейчас вспомнила, сыр в макароны, и, в общем, ела тоже нездоровую еду, но даже, даже с такой нездоровой едой я почувствовала бодрость, я похудела, мне стало легче, а благодаря живому растительному питанию я избавилась вообще от множества болезней, тоже много раз об этом рассказывала, заброс желчи в желудок, хронический гастрит, выпадение волос, высыпание, лишний вес, отеки, в общем, я хотела избавиться от гастрита острого, но благодаря тому, что я перешла на растительное питание, это уже было в 2014 году, но тем не менее, говорю вам, что произошло в дальнейшем, то мне кажется, что вот волосы, кожа, вес, это какие-то такие, еще более позитивные побочные эффекты, побочные эффекты со мной наступили, да, так что в первую очередь для меня растительное питание, это здоровье, второй момент, это, конечно же, энергетика, и не думайте, что если вы сидите в пределах своей квартиры, а там где-то держат в заточении, убивают животных, на вас эта энергия страха, растерянности, шока, печали, она не влияет, она очень-очень влияет, мы все очень сильно на планете взаимосвязаны, и если к вам приходит тоска, депрессия, апатия, раздражение, то подумайте о том, что это не исконно ваши чувства, вы ловите эти чувства радарами своими, сенсорами своей, своим полем, своей энергетикой, которую вы даже, может быть, некоторые из вас не осознают, но оно так и есть, и когда ты начинаешь питаться более здоровой, такой чистой едой, ты еще больше становишься к этому чувствительным, и прям ограничиваешь вообще общение, ограничиваешь публичные места, ограничиваешь какие-то там мероприятия, даже рядом со стадионом, допустим, не хочется проходить, когда там идет матч. И, кстати, если вы считаете, что энергетика это что-то такое эзотерическое, что-то непонятное, это невозможно измерить, то погуглите, пожалуйста, в интернете такой параметр, как частота Шумана, она была долгое время, что-то около 7 или 8 гигагерц, а сейчас, даже в 2018 году она уже 19, и постоянно-постоянно повышается. Ну, а те, кто люди, связаны с духовными знаниями, уверена, что вы знаете, что вибрации планеты и всего живого повышаются, и тем самым приходят перемены, которые, может быть, в какой-то степени, поначалу кажутся какими-то трэшовыми, но на самом деле сейчас очень сильно на поверхность вылезает вся та муть, вся та темнота, вот как будто грязь из темных углов, которые там закидали мебелью, закидали книжками, и типа ее нет, но на самом деле она есть, она там присутствует, и сейчас вот в рамках планеты она выходит на поверхность, чтобы очиститься и перейти на новый уровень. Третья причина — это этика. Я считаю, что мы все здесь, существа на планете, и животные, и люди, и птицы, и рыбы, все равны и все свободны, и точно так же, как я не хочу, чтобы кто-то распоряжался моей жизнью, моей свободой, так и мы не должны распоряжаться чужими жизнями, чужой свободой, будь то это птицы, животные, это все одухотворенные, одушевленные организмы, существа, поэтому все очень сильно взаимосвязано, и здесь тот самый эффект бумеранга, который в России называется «как аукнется, так и откликнется», и Льва Толстого мне очень нравится фраза, что пока на Земле будут бойни, до тех пор будут войны, и это действительно вот круг замыкается, поэтому нужно переставать есть животных, нужно переставать их держать в заточении, мучить их, чтобы вам не вернулась эта же самая карма. И последний, четвертый пункт — это экология, и на содержание животных уходит колоссальное количество воды пресной, пастбищ, вырубаются леса, 18% парниковых газов вырабатывают именно животные, это весь транспорт водный, сухопутный, воздушный, вместе взятый на планете, это очень много, и это нужно сокращать, естественно, потому что пресная вода — это очень ценный ресурс. Нам не нужно столько пастбищ, и леса постоянно вырубаются. Короче, это все очень печально, и вегетарианство, веганство, оно напрямую связано с экологией, то есть чем меньше люди будут содержать этих животных, чем больше будут потреблять растительной пищи, тем будет улучшаться экологическая обстановка. Конечно, нужно еще и переходить на альтернативные источники энергии, заниматься пластиком, убирать его вообще, запрещать нафиг, потому что это просто жесть и печаль. Но это все необходимо делать. Поэтому, в общем, у меня такие четыре, на мой взгляд, очень-очень весомых причины. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, какая из этих причин вам больше всего откликается, или, может быть, откликается комплекс. Напишите свою историю перехода на вегетарианство, мне интересно будет почитать. Я всегда в комментариях отвечаю, естественно, вижу все ваши сообщения. Так что добро пожаловать, поделитесь своим мнением. Спасибо большое за внимание. Возможно, мой рассказ был не таким, может быть, эмоциональным, как обычно, но вот я словила такое состояние после десяти дней соков. Ну, оно до этого еще было, но оно, конечно, увеличивается вот этой вот спокойствия, гармоничности, и мне оно очень нравится. Так что кому тоже это импонирует, спасибо тоже, отметьтесь в комментариях. Вот, спасибо вам за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк на это видео, чтобы YouTube понимал, что оно интересно, чтобы он его продвигал среди других видео. И до встречи в новых видео!